Как сообщают наши коллеги, объединенная оппозиция Египта обещает бойкотировать предстоящие парламентские выборы, начало которых назначено на конец апреля 2013 года. Это заявление фронта национального спасения, который собрал в себя оппозиционных и светских лидеров, прозвучало за несколько часов до начала так называемого национального диалога Мохаммеда Мурси. Таким образом, президент страны предполагал найти пути преодоления политических и социальных проблем Египта. Оппозиция же отказалась принимать участие в диалоге с властью, во главе которой президент-исламист и движение «Братья-мусульмане». Мы не хотим, чтобы у нас было правительство, которое поддерживает религию. Я имею в виду главным образом «Братьев-мусульман». Они все хотят свести к религиозным постулатам. Мы хотим правительство, избранное египтянами, коптами и мусульманами и всеми остальными. Но «Братья-мусульмане» думают только о своих людях. Египет стоит на пороге новой предвыборной кампании, которая будет длиться около двух месяцев и закончится в конце апреля. Сами выборы пройдут в несколько этапов в течение практически трех месяцев. Такой график воли изъявления граждан вызывает возмущение оппозиции. Представители считают, что таким образом Мурси все дальше уходит от демократических принципов. К тому же президент обвиняет в том, что он пытается вернуть страну в военную диктатуру для сохранения власти исламистов. Мы за военный порядок, но только при необходимости, а не в течение долгого времени. Возможно, именно сейчас такой вариант поможет предотвратить опасность, которая поджидает не только внутри страны, но и извне. Но тем не менее, мы нуждаемся в защите. Мне кажется, что сейчас для Египта это единственный выход с помощью военных сил контролировать страну в течение нескольких лет. Хотя бы потому, что это единственная институция в Египте, которая не пошатнулась на фоне протестов, коррупции и не контролируется братьями-мусульманами. На ситуацию в самой густонаселенной стране арабского мира реагирует и международное сообщество. США обеспокоены политическим насилием, так называемой атмосферой безнаказанности, полиции и сил безопасности страны, которые злоупотребляют своими полномочиями. Впрочем, эти заявления не мешают Египту ежегодно получать от Соединенных Штатов более 1 миллиарда долларов военной помощи с неплохим бонусом в виде 20 истребителей F-16 и 200 танков М1 Абрамс.